Всем привет, с вами Priya. Хоть и контент обновления 8.0 относительно скоро закончится, но уже очень сильно быстро прям анонсят 8.1 с новыми рейдами, какими-либо инстантами, и там, конечно же, будет новый шмот падать выше эквипом, но все же стоит поговорить об одевании в 8.0, потому что в текущий момент как-то игроков относительно немного так прибавилось, и спрашивают частенько на стриме о том, что как одеть нормальный эквип, как правильно надеть вещицы на своего персонажа, окей, ладно, правой кнопкой мыши, как это сделать лучше, как полезнее, что, откуда, как вообще добывать по нормальному. Ну, давайте сейчас порассуждаем о том, как вообще одевались до рейда, после рейда, и вообще перевариваем абсолютно все одевание мое, и как можно его упростить в текущий момент вам. Итак, начало контента, выходит дополнение Battle for Azeroth, прокачиваемся, все классно, ну, конкретно, как у нас это было в нашей группе, прокачались до 120-го, сходили экспедиции, апнули нег, потом, получается, пошли инсты, в инстах героических, не с помощью поиска подземелий, апнули себе эквип, потом пошли мифические инсты, в мифических инстах апнули эквип, делаем локалки, поделали локалки, опять мифик инсты, поделали локалки, опять мифик инсты, в течение трех недель, раз в неделю. Все, вышли рейды, пошли рейды, нормал гер, потом нормал гер мифик, и все это совмещая с мифик плюсами. На первой неделе мифик плюс пятерки в большом количестве тупо фарм, а уже далее восьмерки десятки, в зависимости от модификаторов и всего такого. И вот такими какими-то манипуляциями, какой-либо удачей, забросами монеток был получен 381-й эквип. Итак, вам, конечно же, не придется бегать герои консты с целью того, чтобы полутать стартовый эквип. Сейчас можно просто поделать локалочки, либо же купить как вариант каких-либо крафтов. Не крафтов, а вернее боешек с рейда. Крафты, те, которые делаются различными профессиями, они персональные, увы, в этом контенте, и делаются с помощью укрывенных клеток, которые добываются в обычном режиме рейда в количестве одной штучки, в героическом режиме рейда в количестве 10 штучек с каждого босса, но в эпохальной по 20 клеток с одного босса, в эпохальной версии рейда Ульдир. Да, можно скрафтить себе что-то полезное, каждая профессия крафтовая делает по две шмотки, к примеру, кожевничество делает для себя ноги и ступни. Да, конечно, придется слить относительно много дистиллиума, но сбросить собирательную профу, прокачать крафтовую профессию, сделать то, что нужно, а потом взять обратно собирательную профу, изучить книжку на восстановление звезд, будет на самом деле весьма выгодно. Таким образом, я сделал себе ножки 385-ые с хорошими статами, критверса, и по итогу я в течение, наверное, трех или четырех недель вообще ног, в принципе, ниоткуда из лута не видел. Берегите ноги. Вот. Если же поговорить о каких-то трингетах, то окей, да, их нужно сделать так, чтобы они давали вам максимальное количество дпса. Для дамагеров это может быть какая-либо карта. К примеру, кукольная салка весьма неплохо даст дпс для старта, и итем левел к тому же тоже. Стоит она относительно немного, я думаю, в текущий момент дамагерская уж танковская, хиловская, наверное, вообще копейки полнейшие. Ну, это будет хороший старт персонажа, на самом деле, в плане эквипа. Абсолютно весь шмот, он может закалиться вплоть до 395-го итем левела. Что касательно пушки, все намного веселее, особенно у меня. Пушку можно дропнуть с мифического рейда, весьма хорошего эквипа. Пушку можно дропнуть с мифик плюс. Но не забываем про ограничения в плюс 10 эквипа. То есть, если с 10-го ключа мы латаем максимум 370-й шмот, получается по минимальной своей планке, то пушка может закалиться 380. Да, это грустно, и при условии, если вы можете ходить мифик рейд, то гонять чисто в мифик плюсы за пушкой, это такая себе идея. К примеру, я гоняю гробницу до сих пор с целью, да, дропа пушки, я этого не скрываю. К тому же падает маунт, проверенная информация, маунты падают с мифик плюс. К тому же ради тринкета, также ради ступней, также ради перчаток, вот они наконец-то прокнули мне, либо вчера, либо позавчера. Плюс 20 итем левела, приятно на самом деле, весьма. Ну, до этого были 385-е, но все же. Касательно монеток, монетки в текущем рейдовом контенте берутся по 2 штучки в неделю. Максимальное количество, которое можно взять, 5 штук. Каких-либо других способов их получения в принципе нет. Да, раньше давали по одной штучке за прохождение квеста на путешествие во времени, но теперь даже и с них монетки убрали и дают только шмотку с самого обычного рейда по уровню сложности. То есть в текущий момент за прохождение 5 таймволков мы получим 355-ю и выше вещицу. За прохождение 4-х пахальных подземелий мы получим 370 и выше. Вы внимательно смотрите недели, а также недельные события. Выполняете их условия и получаете для себя какой-то стартовый шмот. К примеру, сейчас самая лучшая неделя для прокачки тюнка, для того, чтобы его просто-напросто загирить. То есть проходя путешествие во времени, мы получаем 335-й шмот, либо же закаленный 345-й. Также могут упасть ушечки, к тому же может упасть шея с подземелий, искаженных во времени. И это очень полезно на самом деле, да. А тот лут, который вам упадет в 355-й с сундука, ой, я не знаю, это вообще просто будет бомбезно, если будет это азеритовый кусочек. Прокачка репутации сейчас не особо актуальна с целью покупки шмота. Можно спокойно в какой-нибудь мифик танже по типу 4-5 дропнуть для себя вещицу. Треньку полезную. Да, в принципе, сейчас все одевание сводится на самом деле к мифик плюсам. В тот момент, когда вы более-менее оделись уже в мифик плюсах, то, конечно же, стоит посещать рейды еженедельно с целью нормального дропа и с целью лута кровяных клеток. Ведь если вы наберете их 250 штучек, с помощью 250 крафтится вещица 385-го итем левела, то вот 250 наберем, можно будет что-либо скрафтить. А это уже неплохо на самом деле. 385-я шмотка без посещения мифик рейда, ну, я считаю, это достойно на самом деле. Так, мифик плюсы. Не забываем про фронты. В текущий момент фронт открыт для альянса. Фронты цикличны, то есть, если, получается, сейчас альянс может нападать на битву за стромгард, участвовать в ней, то... Я даже не знаю, что орда сейчас делает. Орда что-то делает. Все у них хорошо, надеюсь на это. Получается, дальше подцикл будет идти так, что мы, играя за альянс, будем убивать гибельный вой. Падает с него различный шмот, зеритовый шмот, тринкеты, то есть, тоже весьма полезно. Про мировых боссов не забываем, на начальном уровне игры они помогут хоть какой-то стартовый эквип вытащить. Быть может, вместо 355-го какого-либо колечка упадет 395-е, и вы проходите с ним, ну, до выхода в 8.1 это точно, а там уже все зависит от вас. Будете ли вы продолжать какую-либо карьеру рейдера или карьеру покорителя ключей? Ведь, проходя высокие ключи, можно лутать, во-первых, много шмота, во-вторых, скур у него шмота в большом количестве. А чем больше шмота ты лутаешь, тем больше шанс прок. Ну, это в теории, опять же. Итак, фронты, мифик плюсы, рейды, что еще? Пвп, да. В текущий момент за пвп весьма очень неплохие награды. Если вы когда-либо пвп шли и имеете весьма большой опыт в этом нелегком деле, то, играя арену, играя РБГ, вы можете получать вещи. То есть, к примеру, играя просто-напросто на рейтинге 1600, это претендент, можно получать вещицы. На самом деле, нужно сейчас проверить эту информацию, потому что там чуточку кое-что меняли, и... возможно, что-то поменяется, и я неправильно скажу. А нет, все так же. С рейтинга 1600, просто наигрывая аренки или РБГшки, можно получать 360-й шмот. Играя на рейтинге 2400 и выше, гладиатор, по окончанию аренки или РБГ, можно получить 375-ю вещицу. Ну, а также недельный сундук ввели для пвп-шеров, и это вообще классная вещь на самом деле. То есть, пвп также вознаграждает нас, как и пве за мифик плюсы. И вот, по поводу мифик плюсов, конечно же, стоит еженедельно закрывать максимальный ключ, 10-й, если не с кем, или никто не берет, пытаемся собрать как-то сами. Если вообще никак ничего не получается, то частенько в чате спамят такие люди, по типу, поможем в прохождении ключа. Быть может, вас обманут, но за голду все эти операции делать можно, на самом деле. И если же вас обманут на голду, то я уверен, абсолютно все эти диалоги у вас будут в чате игры. И написав гейммастеру, вам вернут золото, а того человека, который вас обманул, скорее всего, заблокируют на какое-то время. На неделю, может, на месяц. Там уже и видно будет. По-моему, это абсолютно все рекомендации, которые в текущий момент можно дать. В принципе, охотитесь за проками, и любое действие, которое вы будете делать в этой игре, оно будет вас награждать каким-либо проком. Всех благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, не болейте. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok